Что только люди не выдумают. Ребята, у меня есть два канала. Один обычный, один кулинарный. Я вас прошу по-человечески. Если я чего-то не показываю, если я чего-то не говорю, значит я не хочу это делать. Ну, зачем вы спрашиваете, зачем вы идете на кулинарный канал? Я сразу блокирую. На кулинарном канале я ставлю такие рамки, что мы разговариваем только о рецепте. О готовке, о каких-то там приколах. Там люди пишут какие-то свои рецепты, люди делятся чем-то своим, каким-то. Мне это интересно. Это вот реально мне интересно. Если вам это не интересно, вы пришли туда посплетничать. Если вы пришли туда посплетничать и что-то как бы выяснить, то вы зря это делаете, вы нарываетесь только на какие-то неприятности. то есть грубости. Я же объясняю. Не надо. Зиновьев и все остальные. Не надо лезть в одно место, как говорится. Для чего? Если я не говорю, значит я не хочу это говорить. Или я не имею возможности. Или я не хочу не хочу это говорить. Есть какие-то обстоятельства, которые диктуют мне это не говорить. Понимаете? Есть какие-то обстоятельства, которые диктуют мне это не говорить. Так чего вы лезете туда, куда я не говорю? Объясните. Обсуждайте вот сворованные сливы. И, кстати, это не мама меня научила воровать, а я маму. Понятно? Это у меня талант с детства. Тем более, что эти сливы это... О, боже, это статья. О, господи. Три статьи сразу. Во-первых, я не перелез через забор, а сидел на заборе. И, во-первых, дерево не должно расти через соседский забор, чтобы знали. Это... Я могу и имею право его спилять. Ну, хозяин имеет право спилить дерево, которое соседское выглядит. То есть я не хочу, чтобы у меня, допустим, росли какие-то сливы. И имею право не наблюдать их через границы моего забора. Вот. Я помню, знаете, первый раз поехал на Мастер-шеф. Вот только я там проходил кастинг или что, я не помню уже. Или только поступил. И мы уже, уже, наверное, были там в проекте. И мы с Оксаной Монцировой, кстати, у Оксаны Монцировой такой сейчас рыжий кот появился за всю хайку. За тобой слежу в Инстаграме, за сторис, за снотой. Так вот, мы с ней залезли там какой-то двор, там и что-то зашли, взяли яблоко. Боже, как понеслось, как люди начали оскорблять. Как начали писать, а я еще такой, а я такой, и думали, что я буду извиняться. Я такой сел, говорю, вы знаете, что я не считаю, что это какое-то преступление, и что это самое. И тогда уже на меня гадости писали, еще 10 лет назад, что это был 14-й год. поэтому для вас стараюсь, чтобы вам было о чем поговорить, чтобы вам было куда плюнуть, а то, что вам придется плевать своих родных и близких. Поэтому плюйте в меня, пока я вам это разрешаю. Скоро лафа закончится. Мне очень нравится кулинарное мое детище, так сказать. Мне нравится то, как я его веду. Мне нравится то, ну, не знаю, я кайфую. И это самое главное. И людям нравится. У меня он просмотрит, посмотрите, посмотрите, какие хорошие просмотры. У меня по просмотрам уже, блин, сравнилось с основным каналом. Вот кулинарный канал сейчас по просмотрам, в общем количество просмотров, вот те, которые старые видео смотрят, новые, ну, чуть-чуть не догоняет, чуть-чуть не догоняет основной канал. Блядь, залезут эти идиоты, понимаете, со своими поворотами, блин. Гандон, блядь. Встанут, дебилы. Че ехать в этом дурацком левом ряду, вечно люди поворачивают. Поворачивают, то так не взначай, перед твоим лицом. Поэтому, если я чего-то не рассказываю, не надо строить догадки, его отдали, ЗСО отжало квартиру, его, блядь, вот ему угрожает, он уехал. Кто-то, он там не может быть, да, мало того, квартира пустая, мало того, квартира пустая сейчас, практически. Еще вам одну загадку подкидут. Описали имущество и все вывезли. Как вам такого поворот? Ну и они пишут, расцуют, а шо, а шо, а шо, а шо. Эта квартира временная, вернуйся в свою квартиру, успокойтесь. Если я не говорю, значит так нужно. Интрига, ой, а где, а шо, так какая мне. Очень интересно слышать и читать, когда люди пишут, ой, если бы ты был не виноват, что ты оправдываешься там за мамушу, когда разоборы какие-то, что она ползала, потому что, ну так она что, она ползала, она же просто ползала, ползала, потому что показывала упражнение на колене. Но это не важно. Типа ты оправдываешься, значит ты виноват. Мне интересно, вы за 10 лет меня шо, не поняли? Вы считаете, шо я нуждаюсь в том, чтобы перед вами оправдаться? Для нормальных людей, те люди, которые меня смотрят, и вас много, я вас чувствую, каждого вижу через экран. Я знаю, что вы не пишете большинство нормальных людей, 99% не пишут вообще. 1% пишет, и среди них есть ненормальные. И они думают, что вот они строят погоду. Да они не пишут люди, 99% не пишут комментарии, они посмотрят и пошли, и это нормальные люди, и живут своей жизнью. посмотрели, и все. Но они мне пишут иногда в Инстаграм, мы вот смотрим, мы там любим вас, туда-сюда. Вот. Не пишут нормальные люди большинство вообще. А грязь пишет, понимаете, она думает, что вот она вот это, и я, вы считаете, что я нуждаюсь в том, чтобы перед вами оправдаться, а вы мне кто? Оправдываться я могу, знаете, в суде, перед судьей, или перед, я не знаю, кем-то. Ну, не перед вами точно. Одна пишет, мы твои работодатели. Да нет, дорогая, работодатель у меня Google, а не ты. Если ты мой работодатель, то реши меня работой, если ты мне ее дала. Попробуй забери, если ты мой работодатель. А если ты не можешь забрать, если ты работодатель, который не может забрать свою работу, то какой же ты работодатель? Работодатель может уволить, а заблокировать могу я вышвырнуть и до свидания, понимаешь? И жалко, что не на совсем, как в Инстаграме. Знаете, мне нравится в Инстаграме. Написал, заблокировал, и она не видит вообще твоего. Ей придется новый создавать, чтобы увидеть. А в Ютубе плохо, что видят. Понимаете, они потом молча смотрят и видят. А так заблокировал, чтобы человека не стало в Ютубе, в твоем канале. Это было бы шикарно. Но пока таких правил нет. в Ютубе, что вы хотите услышать хозяина дома, какой вы работодатель? Вы всего лишь люди, которые смотрят кому кто-то хороший, кто-то говнистый. Вот так и проявляется этот человек. До моей души, до моих поступков, до моих мыслей, до моих действий. Многим из вас, да не многим, а в 100%, вот те, кто пишет гадости, в 100%, вам далеко. И никогда вам такими, как я, не быть. Не успешными, не красивыми, не умными, не талантливыми, не добрыми, не милосердными, не щедрыми, не сострадательными. Никогда вам такими не быть. И вас это гложет. И дело даже не в деньгах, а вот в том, что я такой, а вы другие. Ведь деньги, как сказала Маша Марцакова, я допомнил это очень хорошо, это ресурс, который есть у всех. У кого-то больше, у кого-то меньше, у кого-то очень много, у кого-то очень мало, но они есть у всех. В кошельке есть, как я, это копейки у всех. Этот ресурс есть у всех. Сегодня у тебя, как говорится, ввоз, завтра на ввоз, это никто не застрахован. Поэтому, деньги тут даже не повод для зависти. А зависть, когда человек говно, бездарная, неинтересная. скучная, серая. И вот, оно ничего не может с тобой сделать. Ему хоть миллиард, дай, я ему отдам миллиард своих денег. Это как про этого самого, про сыны, акути, про кого-то. Когда тот его уничтожил, потому что он отдал, забрал у него все, а потом просто его уничтожил, потому что он не может жить, такой человек живой на свете. Отдам я вам, скажем, вот этим гадам, которые пишут про клеоны, и они злые, даже если я отдам им свои деньги, они будут еще больше меня ненавидеть, потому что они понимают, что они так не смогли бы. И вот, вот это, вот это вот низость души, вот это вот, ну, не знаю, как, я даже не знаю, вы знаете, слов каких подобрать. Мне кажется, вот это людей гложет больше. Что люди бездарные, серые, никчемные, вот вроде бы YouTube, да, а заработать не могу, а вот что не делаю, а нема, и не получается, или только обсирание самвела, кое-как можно каким-то никчемом на этом заработать, понимаете, то ли, а по-другому никак, а сами люди неинтересные, понимаете. И вот это вот людей гложет, бьет по самолюбию, по оценке, потому что самая болезненная, это самолюбие у людей, вот такое, задетое. Отдай все деньги, а тебе еще больше человек, ненавидеть, понимаете. Ну так и вы злыдны, а нормальные люди, как говорила Бузова, всегда со мной, поэтому спасибо вам огромное, нормальным людям, я вас люблю, я вас чувствую, я знаю, что вы смотрите, что вас много, что вы мне пишите, что мы со мной, мы не можем эту помойку просто читать, какие только змеи, какие только мрази, и это женщины, нам стыдно за них. Вот это пишут очень много мне людей лично, в Instagram, не прячасься за аватарками в YouTube, а лично. И вам огромное спасибо, и спасибо тем, кто делится видео кулинарными, очень приятно, у меня, допустим, видео раз в полмиллиона просмотров, так стояло видео, хоба полмиллиона просмотров за два дня. Поэтому я от этого получаю удовольствие и кайфую. А те люди, которые меня знают, они меня знают, какой я, и им все равно, ворую ли я сливы, лезу на дерево, или не ворую сливы, или просто... Люди все понимают, а есть черно-белые телевизоры, им сложно объяснить. Это просто нереально. Ицинпасабл. Занимаю сейчас шоу, сегодня вчера был урок с шоуном, сегодня урок с шоуном, такой вообще бедовол. У меня в коем веке стали получаться, блин, си бемоли, ребята. Это даже ни ля, ни ля бемоль, си бемоли стали получаться, понимаете? То есть какие-то верхние ноты появляются. Про пение, значит, ребята, композитора на видео не было, поэтому не придумывайте. Там мужик в тапках. Вы знаете, музыканты, это своеобразные люди. Им в тапках, без тапков, трусы на голову одень. Он будет себе сидеть, писать музыку, и неважно, какая студия. Это студия, которую вы видели. Это студия просто для работы, для записи, как черновой какой-то, чтобы можно было аранжировки писать. Про пение, что в нос. И, ребята, в нос пел боярский. Я так не пою. Ведь болью моя душа кричит. Ведь болью моя душа кричит. Вот это нос. Ведь болью моя душа кричит. Пожалуйста, ну не позорьтесь, не пишите про манеры, про пение. Это смешно. Мне ваше мнение в этом плане неинтересно. Я делаю то, что мне нравится, и я буду это делать. Я понимаю, что когда я выложу песню, это будет пик хейтерства. Пик. Потому что люди видят, что ты чего-то делаешь, и чего-то классно получается. Хорошие люди радуются, и хорошие люди. Блин, сам был даже одна строчка, у меня мурашки, у меня то, у меня все. У меня песни, которые будут выходить, это все песни-хиты. И, конечно, это будет бить по самолюбию и показывать, что как, у него и тут получается, он и тут может. А как так? А вот так. Потому что талантливый человек, да, может и маму вылечить, и когда она задыхается, может ее, слава богу, спасти, понимаете, который чего-то понимает человек. Не тупой, который не знает, что делать, а нормальный человек может и вылечить, и повезти, и заработать, и спасти, и в медицине разберется, если надо, сядет, понимаете, и в музыке разберется, и если надо, во всем остальном. И за что не возьмется человек нормальный, и приготовить возьмется, сами видите, как и какие рецепты, и как у меня это получается. И на телевидение попадет, и везде, везде нормальный человек находит себе дорогу, талантливый, понимаете. Поэтому, конечно, это будет пик хейтерства, потому что хейтеры, или даже я вас даже хейтерами не назову. Хейтеры, это люди, ребята, это идет речь о вот этом говне, которое пишет. Не о вас нормальных людях. Нормальные люди, вы со мной согласитесь, и поставите плюсики, если не поленитесь. вы даже не хейтеры. Хейтеры имеют какие-то, знаете, принципиальную позицию какую-то. Вот хейтеры, вот они имеют свой кодекс какой-то, а вы просто беспринципные, низкочастотные какие-то истоты. Даже существа, это вообще истота, какая-то истота. неопределенного возраста, вида и социального положения. Истоты. И вот эти истоты, понимаете, они пишут, считают, что они, представьте, как это будет их задевать, что ты выпускаешь песню. Как это, блин? А, песня, блин, еще и с клипом, да еще и сразу, понимаете? Не могут пережить люди успеха, таланта, понимаете? Вот я же даже делаю не в деньгах, которым там люди кто-то завидуют. Это такие низкопробные зависти. А завидуют, когда видят, что ты можешь. И эта зависть одолевает даже людей, которые близки тебе и очень дороги. И ты, когда это наблюдаешь, это, конечно, жесть. Я все чаще стал, столкнулся с этим, работая на СТБ, вот после мастер-шефа. С этим столкнулся. Как только ты чуть-чуть отрываешься от людей и чего-то больше делаешь, чем они привыкли видеть, или ты рядом с ними и видят, что ты делаешь больше, чем они, и ты можешь, и у тебя это получается, это очень бьет по людям, и люди меняются. Не ты меняешься. Ты-то остаешься таким человеком, просто ты пашешь. Тебе некогда голову поднять, извините. Понимаете? Не трепко некогда обсуждать какую-то певичку из консерватории. А консерваторской бездарной девочке, которая там нигде не пела или поет в хоре, чего же ей не обсудить не трепко? Чем ей еще заняться? А не трепко некогда обсуждать. Певица, она поет туда-сюда. Они поморгали это, я думал, они поморгали, что пахнет слышно. Поэтому, ребята, мне некогда голову поднять. Я то одно снимаю, то второе монтирую. Я то зайду, комментарии гляну, так двумя глазами. До свидания. Если вы думаете, что мне перед вами, вот этими людьми, нужно ваше оправдание. И чтоб я не сделал, от вас оправдания не будет. Ваше оправдание, ваше одно, что вам тяжело смотреть на успешных людей, на удачливых, на людей, которые делают, работящих, не ленятся. Вам на таких тяжело смотреть. И вы ищете любые на сливы. Вы понимаете, что это ерунда, что вы за лесом света. Вы понимаете, что это херня. Но вы это цепляете и раздуваете. И как будто это там, я не знаю что. Убил человека, украл последние деньги. Пусть Зины, значит, взял деньги, бессовестный, мразь, отдай женщине деньги. Послушайте, Зина захотела, я Зине помогал и неоднократно, и люди помогали, зрители. Не в том дело. Когда надо, я Зине дам свои деньги. Но если Зина хочет внести свою лепту вот в этот сбор, я не хочу человека этого лишать. Она не последняя отдала. Я не хочу лишать. А мама дала 100. Вы начинаете вот это, это так низко, что вы в упрек маме начинаете кого-то выхваливать. Это же так низко, это же так низкочастотно даже, это так видно, это так, это так надумано с вашей стороны, это так притянуто за уши. А вот она дала 100, а Зина 500. Мама, Хиряма, Хиряма родила Самвела, который дал столько, что никто из вас не дал своих денег. Вот я уверен, что ни один из зрителей моих не потратил столько, сколько потратил лично я. Кто-то вообще ни копейки не потратил на это. Вот я уверен, что никто не потратил столько, сколько потратил я. А сколько я собрал и помог, это вообще. Ну, какие-то волонтеры могут, наверное, сравниться, что они собирали, может быть. Какие-то, да. Но своих денег, я уверяю вас, никто сколько не дал, сколько я. Даже тех, кто имеют больше, чем я, не дали. Поэтому я дал и за маму, и за папу, и за себя, и за того парня. Понимаете? А Зина захотела, она дала, она имеет на это право, и я ее не хочу лишать этого права и говорить, что вот, не надо, Зина, вот я сам, не везде хотите, а вы не хотите взять за Зину дать? Господи. Как это низко, говорю, как это заметно, ваша вот эта дурь, и вот это дешевые ваши эти обвинения, дешевые оскорбления, мразь мне писать, что я взял у Зины деньги. Она захотела, человек захотел. Чего я буду лишать ее, шо мне? 500 гривен по году в жизни сделают? Не сделают, а есть сделают. Вон, сколько по 500 гривен, бачи-то? Вон. Оп, ябну, блядь, сейчас. Не было, нет, и не будет, поняла? Еды своего, бугая, с дивана подымай, хайны, яйца, чуха. Коля на этих словах я говорю, чтобы кобылы не завидовали, я бугайов своих поднимал из дивана, чтобы шли работать. А что завидовать? Ну, я знаю, что не завидовать. Все. Вы считаете, мне нужен контент? Субтитры создавал DimaTorzok. Спасибо за crazи,